Продолжение следует... 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 Видите сколько? Это Бог так сделал. Мы стояли перед вами здесь, перед зданием и молились. Господи, только помолились, молиться стали. Вот они со всех сторон наши братья идут. Так что если будет желание новую машину покупать, то она еще лучше будет, чем эта. А еще можно ищем брать, и по надежности, и проступку. Это что вы говорите? Это будет самое короткое время у нас онлайн передача нашим движением идет. То есть вы за свои слова отвечаете? Да, одно слово. Поэтому мы молимся, осветились святой водой, батюшка покропил ее нам, но такая-то беда случилась. В моей жизни это одно из самых сильных потрясений, хотя я прошел пять тюрем как диссидент. Все это в вашей книге, там на видео, фотографии я и на ресторане. Эти книги очень-очень необычные. Но мы подарили в ваш город 38 книг, мы уже подарили в прошлом году. Ну что? Ну что, тогда, как говорится, с Богом, да? Да, с Богом. Если мы вас огорчили, чем? Вы нас больше огорчили. Огорчили. Так что до свидания, до благословения, брат. Спасибо. Брат Николай, снимочков несколько сделает. Так, вы сейчас снимки сделаете. Потом мы коротков сотворим. Прямо вот с машиной рядышком. Пробителю страны Бог его доставил. Чтобы не было войны, чтобы не было войны. Так. Только на наш сайт зайдите. Форум и ютуб. Ютуб называется открытым окном. Это мы ваши незримые, незнаемые ваши менеджеры. Нам интересно в Австрии, как они на колени становились и фотографировались. А в Португалии, так Россия еще жива. Еще такие машины. Ой-ой-ой. Нашали. Ну что, все пока. Так, тогда, конечно, точка-то где там? Все, все, решим. Так, мы коротко сотворим молитву. Послушайте сейчас. Господи, мы просим Того благословения на этот город Нижний Новгород. Благослови этот забот. И этих наших мусых братьев. Пробудил всех соль, чтобы жить по Тебе, как Ты повелел Господь. По святому Евангелию. Благослови правителям страны, до того не было войны. Умудри нас всех по спасению. Ты умер за нас. Ты ждешь нашей отдачи. Хвала Тебе, Господи. С чести и поклонения отец Сын Господи. Твой Дух. Аминь. Благодарю вас. За нас волят во всем мире. И в Америи, и в Астралии. Попешествия, это непростое. Мы видим благодействие. На два года, вне минимальной пенсии, мы подарили на 7 миллионов копейки. Если нужно будет, ваши везда, дети, наши книги. Простите, Инатель, иначе. Два слова. Храни вас Господи. С Богом. Поехали тогда. Благодарить Бога. То, что Бог дает, это несчастье. Машина встала. Нас на эвакуаторах тащили по Швеции. Ой-ой-ой, по Франции. Это ужасно что. Но это позади. Позади. Осталась благодарность Богу. Я, находясь вот здесь, у сервиса, я благодарю Бога, что Бог дал нам эту машину. Я ее называю Белая Лебедушка. Она плыла в Париже, где мы были, в Лиссабоне. Вот. Она плывет выше всех, красавица наша. Ну, я восхищен просто. Я люблю, поэтому так говорю. А другие-то на нее смотреть не будут. Кого там российская-то холымага такая. Для меня она дорогая. Мы проехали 105 тысяч километров за 6 с половиной месяцев, в течение трех лет. 107 уже. 107. Вот поэтому я в ней сплю. Они, когда нас принимают, наши знакомые, там во Франции, где мы бывали, в Германии, в Афинах. Мои братья ночуют в комнате, а я из нее не вылажу. Я там с собакой нахожусь. У меня собака, и собака непростая. Восточно-европейская овчарка, чемпион России по защитной корольной службе. С золотой медалью. Нам просто интересно увидеть. Вот отремонтируют. Мы до места доедем, другим расскажем, какие люди хорошие, как работают. Это пример. Ничего не делай, ничего нет. Ну, давай, запейся, ляжь под забор и помирай. Мы христиане. За нас Христос умер. И мы должны жить другой жизнью. Чистая, красивая, интересная. Я возражаю такую мысль. Азартно. Азартно, то есть, одну работу сделал, хватай другую. Как вот мы новую деревню строим. Там работа на работу наползает. Вот даже подошел сейчас этот начальник и в столовую приглашает. Такого еще не было нигде. Ну, конечно, приятно. Я не пошел, но приятно. Это, видимо, там главный конструктор, инженер. Позвонили где. Ну, вот так. Вот где мы находимся сегодня. Это Нижний Новгород. Посмотри, какой большой сервисный пункт. А там вроде охранница. Вон, посмотри, Виктор. Там что-то написано. А, ну, это не то. Вот. Мы говорим, мы ваши менеджеры нештатные. Проехали по всему миру и показали. И люди, главное, я говорю, Россия, Россия. Они не понимают. Я говорю, Путин. Путин понимает. Газель понимает. Вот такая штука. Мы еще до дома не доехали. Я говорю, в летние месяцы мы 2-3 месяца работаем. Третий год – это 6,5 месяцев. 107 тысяч. Ну, понятно, что если бы она была негодная, 107 тысяч она не прошла. Тем более по таким дорогам ехали, где ни одна машина не пройдет. Там пески. Где-то едем по тайге. Ну, просто мы столько паромами плыли, по рекам, по морям. Вот мы горнулись. Мы в России. Домой приедем, я упаду, наверное, на землю и поцелую ее. Насколько Господь милостив к нам, что мы вернулись. За границей, конечно, другой порядок. Все хорошо, но я туда не поеду. И другим скажу, любите Россию, какая она есть. Потому что все решетками загорожено. В лес не зайдешь, на травке не полежишь, в озере не искупаешься. Зачем мне это нужно? Да, чисто. А как не чисто, то никого не пускают туда. А мы зашли тут захламлено по колено мусору. Но через мусор я переберусь, там метров сто. Ну, а дальше уже нормально идет. Я могу, ну, свалку обойти какую. Конечно, порядок там любят. Это мы видели. Ну, и деньги любят. Сгладят, будь здоров. По нашему, если по рублям, то там стоит где-то 85 рублей, примерно, литр бензина. Вот так-то. А мы-то деньги здесь обменивали, евро-то, наши рубли. Опять же, у меня пенсия 5,5 тысяч, у меня вообще ничего нет. И поэтому, ну, кто-то помогал. Мы делаем для Бога это, не для себя. И поэтому, ну, рассуждения наши с рассуждениями, кто слушает, не сойдутся. Люди, что вы говорите, что вы имеете. Ну, вот и посмотри, какие мы есть. Вот проехали. Все налицо. Благословен Господь. Слава Ему. Аллилуйя. Ну, и посмотрим, что с нашей газелькой тут делают. Вот ее подняли. Подняли. На полтора метра от пола. И там уже работает с коробкой передач. Когда бывает, загонят, а там машины, территория вся забита машинами. Нам бы больше людей не дождаться. Но это главное заводское начальство. Конструкцию главы. Вот какие здесь машины. И газельки, и иномарки. Сервисный центр. И вот так. Наталья. Далеко не ходит. Вот по востребованию сервисного. Слава тебе Боже. Слава Богу.